Я хотела добавить, что в некоторых школах этот проект уже организован, причем работает в течение многих-многих лет, и в том числе мои знакомые получили те самые права заветные уже по окончании школы, и кто-то их пользует, кто-то, у кого-то они просто пылятся на полочке, но тем не менее, знания есть. Вообще, как это может работать, с какого возраста надо учиться в вождению, мы хотим спросить у человека, который об этом все знает. У нас в гостях Улан Амангазиев, директор автокола «Автодрайв». Доброе утро. Доброе утро. Улан, вот вы слышали сейчас из наших уст эту новость, да, депутаты, пока что на уровне инициатив предлагают ввести обязательный школьный предмет вождения. Как вы вообще к этому относитесь, и что считаете по этому поводу? Ну, к этому относится положительно, потому что дети ранее в возрасте, как вы сказали, хорошо воспринимают. Ну, именно, я думаю, именно теорию, знаки, там, правила, а вот практику надо, наверное, чуть рановато мне школьникам на улице ввести вождение, да. И так у нас до этого получали 16 лет, сейчас делали 17 лет, это нормально. Хотя депутаты сейчас, 21, но мне кажется, это, ну, будет, не будет, неизвестно. Ну, я думаю, со школы знаки, пешеходы где-то, пускай обучают, но вождение, наверное, ну, чуть-чуть попозже, наверное, они еще вот. Но можно ли, например, так сделать, что дети будут изучать теорию, получать какой-то сертификат, что они уже прошли теорию, и потом, например, поступать уже в школу вождения исключительно на практику? Можно ли такое осуществить? Можно, можно, если в школу они все выучат, к нам приходят, мы проверим их, и можем уже в город на вождение. Ну, какая-то экзаменационная система, какое-то мероприятие пройдет, и потом. Ну, а вообще-то говоря, ну, школьник сейчас заканчивает школу где-то в 17 лет, 17-18, а в автошколу с какого возраста вы принимаете? 17 лет. С 17 лет. У меня учатся 11-классники еще, есть такие студенты, которые в школе учатся, и у меня учатся они. А вообще сейчас вся программа, вот когда я прихожу просто на курсы вождения, сколько часов укладывается? 107 часов, это включает теорию и практику. Практика у вас 15 часов минимум, надо куда-то отъездить, и на автомате, и на механике. Ага, то есть сейчас учатся на автомате, и на механике? Ну, моя школа обучает и на механике, и на автомате. То есть механика обязательно или по желанию? Механика обязательно, потому что у нас в стране до сих пор принимают по механике. Экзамен. Экзамен, да. Уже в России, в Казахстане принимают на автомате, а сейчас надо до сих пор принимать на механике. Как бы сказать, приходится сдавать курсантам на механике. А вот мне всегда было интересно, бывают ли такие ученики, которые садятся за роль, и просто понятно, что это не для них? Есть такие, есть такие. Вы им говорите об этом честно? Бывает, иногда говорю честно, что не дано. Я раньше думал до автошколы, что можно научить любого человека вождению. Так как эти медведи катаются на велосипеде, я так думал, оказывается, ну пусть мои, кто их, кого я обучал, кого они не обижаются, но не дано всем. Честно скажу, не всем не дано, не дано. Вождение не дано. Просто им лучше бы ездить на маршрутке пешеходами. Потому что мы же видим, курсанты уже, как психолога, знаем уже, дано или не дано. После третьего числа рождения уже видно, что эти права будут пылиться на полке, честно говоря. Или эти водители будут опасными элементами. Опасными, опасными элементами, да. Их нельзя пускать в город, честно говоря. Ну а вот если говорить про статистику, вы ведь не первый год работаете, кто все-таки сейчас чаще всего идет обучаться? Это женщины, это вот как раз-таки юноши и девушки после школы или мужчины? Честно говоря, сейчас 90% девушки и женщины учатся на самой школе, мужского пола, как бы сказать, маловато. И надо будет возрастные. Вот честно говоря, возрастных людей тяжеловато обучать. То надо с ними возиться, 50-60, ну у них реакция слабая, и восприятие как-то не очень, да. Лучше бы они пришли, когда были молоды. То есть если вам еще до 50, бегите сразу же. Да, 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 да. А кто лучше воспринимает информацию, кто лучше обучается, мужчины или женщины все-таки? Потому что вот этот вот вопрос, что женщины не умеют водить, многие считают, что мужчины должны быть за рулем. Как вы к этому относитесь? Ну, когда как, женщинам, когда я обучаю, им теория хорошо воспринимается. Ну, практика чуть сложнее, но можно научить. А мужской пол хорошо ездит, но практику, теорию тяжело воспринимает. Ну, приходится, сейчас, как там, вы знаете, там, ужесточение, права сейчас не покупается, не продается, поэтому сейчас они хочу-не хочу учатся. Приходится, да. Ну, вот мне кажется, если эта инициатива все-таки получит отражение на реальной ситуации и школьники будут уже с школьной скамьи учиться, то я думаю, что это повысит качество на наших дорогах, качество вождения и вообще порядок хоть какой-то будет. Как вы думаете? Я думаю, да. Я думаю, со школы надо всех обучать правилам дорожного движения, потому что правила, это очень надо серьезно относиться к этим правилам. Я думаю, эту инициативу я лично поддерживаю, чтобы со школы начинать ПДД изучать. Спасибо вам большое. Мы сегодня говорили по поводу интересного, ну, пока еще в разработке такого вот предложения, чтобы школьники начинали учиться водить машину. И вот, как выяснилось, все за. Мы говорили с Мангазиевым Уланом, директором автошколы «Автодрайв». Мангазиевым Уланом, директором автошколы «Автодрайв».